Памятник Иркутской кошки Город Аршан Даже, наверное, не город, а поселение Потому что там живет всего 2500 человек Но главной достопримечательностью этого пункта Являются, конечно же, горы От роги Восточного Саяна Доехать туда не скажу, что бы сложно Но, как оказалось, очень долго и очень муторно Автобус отходит от вокзала в 10 часов утра Но на железнодорожном вокзале дожидается полной загрузки И вот это ожидание у нас заняло 2,5 часа То есть реально мы из Улан-Удэ уехали в 12.30 Приехали в Аршан чуть ли не в 20, по-моему Ну да, наверное, в 20 часов Приехали, уже ничего не хотели делать Просто пошли отдыхать Возможно, это такой режим зимний Поскольку еще и в Аршане не сезон И в Улан-Удэ не сезон Но вот целый день мы до этого Аршана добирались Если в первую очередь в Иркутске нужно гулять И смотреть деревянную архитектуру То в Аршане первым делом нужно сходить на водопады И в Датсан Этим мы, собственно, и занялись В первый день С погодой нам очень повезло Было солнышко Намного теплее, чем в Улан-Удэ Не было этого холодного пронизывающего ветра Но чтобы к этим локациям пройти Нужно пересечь так называемый монгольский рынок Я его, честно говоря, даже снимать не стал Потому что там все такого шельпотребства Вот какие-то носочки Какие-то странные гетры Какие-то непонятные сувениры В общем, монгольский рынок не миновать Вообще, по идее, надо, конечно, вот это все дело Не самостоятельно пить Но я думаю, тут на укладка ничего не будет Не одна, а эта горячая Угу, гадочки Сама название Аршал перевозится как Целебный источник Причем такое название встречается не только в Бурятии Но и в Монголии, в Китае, на Алтае И действительно здесь очень много источников Например, мимо проходили глазной источник Потом попили что-то из источника Для желудочно-кишечного тракта Но нам пока не надо Мы вроде здоровые Но так попробовать водичку Это всегда пожалуйста У нас здесь будет целых три дня Три прекрасных дня Которые мы будем дышать свежим воздухом Отдыхать от городской суеты И сегодня в первый день Мы решили совершить такую обзорную экскурсию Сходить на водопады Далее посмотреть Датсаны Которые здесь находятся В общем, все недалеко от центра В пределах двух километров Народ, как видим, никого То ли еще не проснулись То ли не сезон Но здесь даже не сезон Хорошо, очень тепло Приятно Вот солнышко еще только Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот такой вот милый водопад Все-таки, наверное, надо ехать Ближе к середине мая Потому что сейчас он Неполноводный, немного не растаявший Но все равно, в любом случае, красиво И сама вот эта вот прогулка По тихому лесу Птички прыгают Очень умиротворяет Единение с природой И так что водопад Варшаня Это обязательно надо посмотреть В глубине аршаванских лесов Находится вот такой вот милый Хойморский дацан Здесь Мы сейчас видели одного ламу Несколько человек Которые сюда пришли И тут прямо такая тишина Так тихо И даже вот собачки Которые здесь находятся Они такие умиротворенные Они бегают Ластятся Мне кажется Совершенно даже не лают Не огрызаются Вот Видимо святое место Действует не только На людей Но и же на животных Красиво А Необычность Всему этому придает Вот такой ландшафт На фоне Гор Вот этот вот Красивый Пирамидовидный пик Называется Пик любви На него можно взобраться На высоту В целый километр И По поверью Если человек Со своим любимым человеком Туда Заберется То их любовь будет Долгая И крепкая Собственно Ни для кого не секрет Что гора Это не только красиво Но еще Опасно А здесь В Аршане В 2014 году Сошел Сель И вот сейчас Мы Стоим На пути Этого самого Селя Смотрим на Остатки Того Что здесь Произошло Вот это вот все Огромное поле Камней Туда дальше Вот это все То что Сель на твари Ну в природе Ничто не останавливается Если что-то умирает То на этом месте Сразу Возрождается Что-то Новенькое Вот здесь На этом каменном поле Растут такие Маленькие Маленькие елочки И скоро здесь Ну лет Может через 10 Будет прекрасный Лесок Ну конечно Да Надо помнить Что живя в горах Нужно быть Готовым ко всему В Аркутске Очень много Деревянных домов В разной степени Новизны И древности Но Каждый из них Украшен Вот такой Замечательной Резьбой Вот как за мной Можно видеть Прекрасный дом И вот эти вот Деревянные элементы Резные Мне напоминают Горы Аршана Они тоже такие Темные Сверху покрытые Снегом И на одну из таких вершин Которая называется Пик любви Было решено На второй день Забраться Ну Не знаю Правильно это было Решение или нет Поход у нас Оказался неудачный Начали за здравие С шутками С весельем С улыбками Кончили за упокой Когда несколько раз Скользнулись И упали на Снеговой жижи Ну В принципе Лучше один раз увидеть Чем Это все услышать Тем более На фоне такого Прекрасного дома Поэтому Смотрим сюжет Мы сегодня решили Испытать свои силы И подняться На пик любви Очень противоречивые Отзывы Об этой тропе Кто-то пишет Что легко Кто-то пишет Что очень-очень сложно Вроде идти Не очень далеко 4 километра Но подниматься Ввысь Аж на Километр Так Аж Высота 2400 По карте 2200 В общем Ничего не понятно Но мы пойдем Погода сегодня Вот такой вот Легкий туман Но Мы гуляем Мы наслаждаемся Что увидим То увидим Мы Как бы Ставим себе задачу Попробовать Подняться А результат Какой будет Такой будет В общем Не будем задерживаться Идем по тропинке Кончилась пологая тропа Теперь нужно Карабкаться Вот так вот Вверх 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 По навигатору Пишет 2,5 километра До вершины Ну если это Такой подъем То Это конечно Долго мы пройдем Бесить Немножко Это снег Что то я Уже Думаю Что вряд ли Мы что то увидим Все панораму Гор Ой ладно Мне результат Важен А процесс Ой Это карабкаться Вот здесь Сейчас встречаются Такие вот Указатели В данном случае 50% Какого то Козерога Ну по ощущениям Мы так долго Идем Что Я не хочу Верить Что это вот Наш путь 50% Потому что Сила Истрачена Может быть До этого места 50% Козерогов Добирается Я не козерог Я могу Идти дальше Ну вот Пик любви Видняется Мы все равно До него Дойдем Рано или поздно Но идти конечно Непросто Непросто На некоторых местах Еще лежит снег Очень плотно Так вот Ногами Стертые И Просто Достоянные Ждала Руку помощи Чтоб забраться Кое-где Мокро Грязно Ну Таких мест Не очень много В принципе Вот уже Выглядывает Солнышко Сразу Как-то Настроение Увеличивается Ну По карте Показывает Идти Там Где-то Полтора Километра Пик любви Впереди Виднеется Люди Вот тут Появились Тоже уже Не скучно И не страшно Надо спуститься Но Господи Как-нибудь Спустимся В общем Мы не дошли Мы не дошли То ли 500 То ли 600 400 400 Ай как обидно Ну На самом деле Очень тяжело Не то что подниматься А вот Сейчас Вот спускаться Я просто не представляю Сколько времени У нас это займет Во-первых Снег Грязище Все это подтаяло Ботинки скользят Продуманные люди Вон с кошками идут Но Нет Не в этот раз Пик любви Нам не покорился Но Мы здесь Все равно погуляли Мы по крайней мере Попытались Наверное Если Не еще раз Сюда приедем То Покорим Какой-нибудь Другой пик А сейчас Будем Как-нибудь Спускаться Домой Не знаю А я три раза Упал Прямо на брюхо Слава богу Невысоко Один раз Камнем На одно место Причем И сейчас Я спускался Схватился За слуг У меня болит Немножко рука Я подскользнулся И руку Вывернул Ну не вывернул А очень больно Вот сижу Отдыхаю Я больше никогда Не пойду Весной В кедах В горы Лодки хочу И чипсов Сейчас приду В номере Напьюсь Наемся Лучше помру От алкоголизма И от заворот Кишок Чем На скользкой горе Спотыкнусь И упаду Сломаюсь Ну Любой опыт Полезен Любой опыт Будет потом Вспоминаться В принципе Здесь хорошая Тропа Вот такая Идет До До третьей Наверное Маршрута Можно Попрять Полезу Посмотреть На На ближайшие Горы На Саму Долину Тункинскую Так что День я думаю Удался Не офигел Не офигел Занимаешь Камеру Повключай И вообще Интересно Мне Мясокомбинат Ангарский Заплатит За рекламу Потому что Я вот купил Их картошку Рыгрел На кровавалновке И ем И ем А вообще После сегодняшних приключений Вот это вот лекарство Как нельзя кстати Вчера мы так находились Так устали Находится Что Не каждый Дойдет А вот здесь За пределами Аршана Есть Маленькая группа Вулканов Они пусть и маленькие Но Все равно Вулканы И вот сегодня Мы посмотрим Два из них Один из них Называется Смешно Ковришка А другой Называется Тальская вершина Правда Такие потухшие Вулканы Большей частью Вулканологов Должны интересовать Но мы идем Сюда не только За этим Потому что На пути Открываются Вот такие вот Замечательные виды На Наш любимый Хребет На пик любви Который нам Вчера не покорился Зараза такая Вот смотрите Какая Прекрасная Горная Деревенская Пастораль Еще и солнышко Вышло Поэтому Вот Обязательно Надо идти пешком И любоваться Красотой Отрестных Вес Вот так выглядит Вблизи Вулкан Коврижка Или Ляборский Вулкан Как у меня Написано На карте Представляет Собой Вот такую Трапецию Туда Ну и Ити смысла Нет Потому что Все покрыто Лесом Гораздо Интереснее Другой Вулкан Куда мы Сейчас Пойдем Ну вот Издалека Можно на него Посмотреть Представить Как он Раньше Функционировал Как Извергался А сейчас Стоит Вот так Тихо Мирно Взирает На Прекрасное Село Которое Здесь Вот Находится Такой Вот Вулкан Рядом С вулканом Мне Карты Показали Что Находится Тацан Мы решили Дойти Посмотреть Что здесь есть Но Я не знаю Наверное Это все таки Не Тацан Потому что Здесь находятся Только молельные Барабаны И Вот это Вот Изволение Будды Но Конечно Сюда Толк Туристов Не доберутся И Это даже Очень хорошо Можно Побыть В тишине В одиночестве В таком Вот Святом Прекрасном Месте Мы шли мимо коров По озбищу Одна корова Побежала Вдруг за нами А теперь Они идут За нами Все Зачем Они за нами Идут Нам страшно Вот уже Не первый раз Значаем По дороге Валяются Вот такие Шкуры На коровье Похоже Вот это Коровье Почему Они здесь Валяются Ценные Такая Шкура Валяется Мы Путь Держим Ко второму Вулкану К нему Мы подойдем Поближе Тальская вершина Он называется Места Конечно Очень Такие Спокойные Тихие Красивые Так Скучно Вот Ити Сейчас Собака Ям Копал Я стоял Смотрел Развлекался Потому что Больше Здесь Смотреть Ничего Блин Собака Опять Какая Это Бежит Собака Бежит Вовсе Не скучно Очень Интересно Живописно Собаки Носятся Коровы За нами Ходят Мужик На Лошади Уж Интереснее Чем В городе Продолжение следует дошли до второго вулкана он конечно поживописнее выход такой вулканической породы красивого бордового цвета можно взять его такие дырочки очень легкий красиво очень вообще поскольку здесь есть термальные воды и вообще не прекращена какая-то геологическая активность совсем вот прям мертвые вода вот этот вулканическую землю назвать нельзя она пока спит и неизвестно проснется ли или нет может быть проснется а может быть и нет поведение вулканов никто не может предугадать но пока она не проснулась вот это вот прекрасная гора нужно обязательно сюда приехать и посмотреть вид отменный когда мы возвращались с вулканов вы встретили табун лошадок с жеребятами с конями они так мило паслись на лугу щипали травку и все это на фоне чистого неба и красивых аршанских гор мы даже немножко позавидовали потому что нам нужно было возвращаться в шумный город опять к работе к делам лошадки останутся здесь в этой прекрасной бурятии и будут все так же гулять и наслаждаться жизнью вообще в бурятии отдых он подходит на любой вкус и цвет пожалуйста здесь и религиозный отдых и гастрономический туризм и и природа шикарная вообще замечательная и можно выбрать все что угодно или скомпоновать как мы мы это попробовали и все и третье и десятое и даже вот захватили замечательный город иркутск и хотим сказать что по россии путешествовать надо и в бурятии тоже приехать надо хотя бы один разочек но этот прекрасный регион увидеть как мы и сделали